так я знаю записываю клавиши вам надо включить курсор как поставить в центр сцены shift да вот вот это запомните все желательно начинать с центра особенно что-то сложненькое вот сейчас сейчас я добавлю мартышек мартышек на копируем до shift r это повторить последнюю операцию вот допустим у меня 5 мартышек смотрите изначально вращение в относительно чего вращается от вид вращается сейчас относительно курсора это потому что мы в юзер preference установили галочку авто депс вот вот тут да и мы как бы глубину я где схвачусь относительно этой точки видите и вращаюсь вот здесь беру вращаюсь вот тут схвачусь видите вот важно где схватился это крутая особенность в блендере и и там в максе не хватает муж я конечно что не знаю про макс еще дамут я не нашел лично такого вот а далее объекты видите в каждом объекте есть вот эта желтенькая . если я спрячу эти курсоры видите это ее как бы центр центр вращения масштабирования если вы там что-то симулируете это идет центр массы вот то есть если я начну r включил я вращаюсь ответе относительно этой точки вот это может быть не всегда удобно и у нас вот есть вот такие тут штуки началось то чего паспорте так тихо те садимся и все вот есть вот такие вот штуки да видите центр вращения масштабирования так и называется есть актив элемент media point individual origin 3d курсоры bonding box центр да вот это я не знаю в ограничительной рамки выделено а ну это как бы блин даже не знаю мы вроде бы выделяем у нас и так присутствует где-то центр да то есть если я покажу он вот по идее внутри ограничительной рамки получается то есть сейчас работает по умолчанию medium point да то есть это центр как бы выделения видите относительно него и вращаясь вот честно я не знаю чуть такой bonding box по моему все то же самое происходит вот а теперь давайте от с остальными разберемся актив элемент видите я вам говорю что в блендере последние выделены и считается активным и соответственно вращение будет теперь относительно него происходить шифтом выделю последнюю мартышку видите относительно неё это тоже удобно если вы используете индивидуал ориджин то что сейчас произойдет как думаете да каждая будет относительно своего центра вот видите как шарики и 3d курсор да понятно что это например я классную его поставлю вот здесь и относительно 3d курсора я общая начинаю вращать то же самое там с масштабом и это невероятно вообще круто вот что такое есть и в общем удобно очень хотя поначалу казалось бы и чё это за 3d курсоры причем нам постоянно мешает вот 3d курсор есть меню привязок 3d курсора вы же вызывается кнопками shift с видите snap selection to green там курсор to center курсор to select вот например был курсор тут я выделил элемент какой-то нажал shift с и нажимаю курсор to select и ведь он в центре стал этого объекта а могу наоборот поставить курсор вот здесь и теперь взять shift с нажать и selection to курсор поставить да и теперь она туда побежала и курсор привязывается одну к чему угодно там к разному отделению и тому подобное в общем бывает еще у вас такие штуки вот например смотрите типа сейчас ставим median point кстати у тут есть опять же горячие клавиши по моему control запятая а вот ставится по запятая просто ответе поменялась на бомбин бокс . это 3d курсор теперь установился control запятая это median point и control . это индивидуала риджи а еще есть control alt ну вы не будете этим пользоваться это не так часто применяется как-то актив элемент тоже ставится не помню вот ладно поставлю я теперь median point и есть такой вот например как выровнять вот эти вот объекты по одной оси да вот их но оказалось бы наверное можно и смасштабировать относительно центральной точке до с ничего не происходит x нажму и они сплюшиваются вот ну то есть не очень но тут есть вот такая ответить еще кнопочка или он видна горячая клавиша alt alt и чё-то там зажать и , зажать это если мы ее активируем да у нас теперь начнут масштабироваться центры просто пиво ты сами они объекты то есть смотрите нажимаю с видите мартышки не деформируется нажму теперь x опа и они съезжаются а если я нажму x по 0 вот мы их как бы относительно все видите друг дружки выровняли это удобно также там с y 0 пункт они все теперь одна в одной так то есть это я вам сказал что еще нам надо не забыть сказать ну сегодня надо попытаться сделать какую-то сценку низко полигональными еще используя булевые операции а булевые операции это вычитание одного объекта из другого есть несколько способов так сейчас мартых убираем например добавляю я ювисферу и добавлю кубик вот так вот примеру что-то такое вот сделали сейчас я их скопирую вот булевые операции есть присутствуют вот видите ключик панелька модификаторов я хоть записываю панелька модификаторов сюда переходим и есть такая штучка у нас булев видеть вот и булеван вы сначала выделяете до активный объект операции над которым хотите произвести назначайте ему булеван вот и есть операции пересечение объединение и вычитание да и есть объект наш второй с которым мы что-то будем делать можно сразу не выбирать можно выбрать например потом но давайте с интерсекта начнем можно взять пипетку можно просто курсор поставить и выбрать нужный элемент поняли вот ну пипеткой даже проще выбирают этот куб вот и видите что получилось объект ну который делает операции он как бы остается он не удаляется его потом надо отдельно будет удалить вот видите пересечения вот она выделение если я сделаю apply и удалю теперь вот это тот кубик вот что у нас получилось видите поняли где объекты пересекались эту часть мы оставим дальше берем с этим кубиком делаем то же самое булеван выбираю объекты выберем union вот и также делаю apply и один кубик удалю видите они пересеклись ой вернее объединились это видно по сердцу можно сразу скажу в дальнейшем вы этим пользоваться не будете очень редко потому что в основном мы будем делать модели со сглаживанием а такая сетка нам не подойдет вот ну и последняя операция вычитания мы из вот этого сферы буллин выберем дифференции выберем объект нажмой apply этот объект удалю ну почему объект тут сразу не удаляется да это тоже очень в общем полезная такая штука почему он не удаляется можно к примеру сделать что-то сейчас такое я вот это не забывайте выключать сейчас я сделаю покажу вам пример я еще сейчас создам помощника просто вспомогательный элемент play nexus который там он на рендере нигде ничего не видно его а выделяя этот объект зажимая shift выделяю активный объект нажимаю control п это привязки к объекту и теперь если видите врачи вот этот объект перемещаю он привязан вот и чем это хорошо смотрите на а давайте я вот этот еще зайду в этом сделаю внизу подразделю поверхность несколько раз и сделаю и там фрактальность где-то тут погнем чуть-чуть по вот так вот сделаем вот а теперь что я делаю я выделяю объект делаю дифференции тот же самый кубик и кубик просто я выделю его и сделаю дел вот он куб сделаю его невидимы видите в чем прикол операция происходит если я например буду вот этот объект видите перемещать то есть я могу таким способом вам создавать анимацию да там чего-то исчезновения вот с помощью булевых операций так и еще есть такой плагин bull addon bull tools заходим user preference и вы его тоже активируете а у меня они открыты уже адону тут пишите bull и видите object bull tool вот он немного лучше работает чем стандартный вы галочку поставили нажали save user settings и все вот и мы давайте попробуем с помощью этого бултула там субы какой-то сделаете сейчас домик потом всяких по низкополигональных дирекциях насажаете ключ 4 отрендерите поехали суп с чего делаем цилиндр цилиндр да вот это наша как бы земля такая условная нажимая rx 90 прокрутил не нажимаю с уменьшаю теперь с по y вытянут единичка перешел сюда а дальше смотрите вот я хочу нажимаю так shift d z по оси z скопировал о смотрите первая наша проблема если мы будем пользоваться визуализатором вот этим интерналом до блендер интернал про блендер рендер нажимаем 12 так стоять давайте лампочку сейчас я передвину немного и включу сразу анген вот нажимаю f12 видите какую то есть визуализатор не понимает какую из плоскостей ему рендерить потому что у нас находятся две плоскости видите в одних и тех же координатах я просто скопировал вот это же и проблема существует при булевых операциях он не будет знать какую плоскость из какой как это обрабатывать поняли поэтому когда мы хотим вычесть я вот этот объект сделаю с масштабирую по оси y на чуть-чуть чтоб видите не было такого результата вот да в принципе можно было бы так все и оставить но у нас же булевые операции надо попробовать увидеть его бревна нормально все вот дальше я беру выделяю вот это бревно и теперь смотрим у вас в панельке tools внизу должны быть ответе бултул появился вы выделяете что вычитать а с шифтом потом из кого вычитать да и нажимаем также difference пункт все видите все обрезалась все замечательно теперь мы берем shift d по оси z делаем вот так вот потом нажимаем shift р повторяем операцию да допустим ну так хватит теперь поскольку ответе это все разные объекты и нам нужно будет прорезать там окна двери и как бы делать это с каждым объектом по очереди не очень будет быстро то и вообще зачем это делать если можно и все выделить и объединить в один для этого у нас есть операция где-то тут как-то она называется джой его да или горячая клавиша control джей если я ее нажму как вы видите это теперь все стало одним объектом перехожу на вид сверху нажимаю shift d сразу r90 пишу г сюда перетащил опять их control джей объединил shift d r 180 до повернул сюда опять по оси x перемещу о да получился такой вот к control джей опять объединил все это чтобы сделать крышу давайте крышу shift и наверное добавим конус вот тут вот у вас еще смотрите один момент который я не сказал вот это вот такая менюшка последних операций при добавлении вы часто на нее смотрите там бывают очень нужные такие штуки вы когда добавляете примитив вот видите этот он последняя операция и можно настроить его какие-то параметры только смотрите есть такой от момент вот сейчас я этот конус удалю а теперь я конус добавляю опять и сделаю какую-то другую операцию например возьму перетащу чуть-чуть и видите тут появилась операция translate и вы никак уже не вернетесь туда до чтобы как бы изменить его поэтому это надо делать сразу при добавлении вот это с одной стороны неудобство какое-то в отличие от 3d макса там примитивы можно в любой момент их менять а с другой стороны это очень хорошо экономит оперативную память пошу примитив да это параметрические объекты он что-то там весит а вы когда сделали какую-то операцию операцию тебе след на исчезают и как бы такая себе оптимизация короче добавляем конус и делаем ему только четыре грани вот на появился этот конус его можно например нажать слэш и мы работаем только с конусом конус я возьму депс это уменьшу его чуть-чуть можно было этой масштабом сделать и сделаю rz 45 до покрутил почему я сейчас выбрал z нажал потому что я ее вижу а если я например видите вид сверху могу тут уже тогда не выбирать нажимаю m45 просто видите и не надо мне указать то что и так понятно что относительно этой будет вертеться теперь нажал слэш показал все там с вот этот кубик наш увеличили сделаю с z вот так да и теперь в ней надо сделать пару окон и дверку вот для этого мы просто берем боксик опять эти бокс отличный сюда его ставлю z помните да это режим а да сейчас будем вычитать перейду на вид сверху поставлю вот сюда теперь нажимаешь fd по иксу скопирую его нажимаю опять с z чуть-чуть смасштабирую и опущу а вот это вот окошко еще по копирую shift d и видите когда я в каком-то виде топ я ось z не затрагивая по любому ответьте оси подсвечены работаю в плоскости мне не надо как бы париться будет выше у меня или ниже а вы я смотрю любители все это поделать в окне перспективно из-за этого ваши потом объекты все кривые и как попало получается поняли лучше так не делать так и тут опять же да чтоб не делать вот раз потом добывай вычли один объект потом 2 3 мы берем выделяем 1 2 3 4 и вот этот 5 control джей объединил их выделяю сруб а выделяю что вычитать больше в том из кого потому что я буду вычитать бунту вам вот и нажимаю дифференс все видите все получилось дальше я делаю play нормально успокойтесь хорошо у вас все получится главное старайтесь да когда-то выходить не умели ползали вообще ни в чё не верили пошли мозгов то толком не было падали подымались падали дамы все равно ходить научились хоть и 7 или тут у вас а тут еще суметь я же вам рассказываю так и что нам надо сделать а вы наделаете каких-то елочек и деревьев беру цилиндр кстати можно переходить например на разные слои давайте еще перейдем я вот этот элемент нажимаю м перейду на третий слой пока что я сделаю комплект деревьев так сказать вот я нажимаю с z больших c до чтобы ее вот сделать потоньше а пояси z не масштабировать смотрите вот тут важно мне сейчас вот этот точку я скажу для чего чтобы она вот тут было где 3d курсор то есть я хочу изменить ее точку вращения масштабирования это мне нужно и это можно сделать в меню с это риджин или же это меню вызывается шрифт-контрол-альти вот она вылезла видите вот ну и тут же она доступна и тут же и показывается и смотрите хочу поставить оригин тут 3d курсор и он бух сюда перепрыгнул ответь еще к чему хорошо что курсор можно в нулевых координатах установить и зачем я это сделала сейчас скажу дальше мы добавляем конус пусть у конуса будет 12 грани двигая его сюда с позже тут так как то с теперь shift немножко там такую какую-то елочку мятую так и теперь главное смотрите это водка при объединении опять же очень важная шифтом он выделяю и выделяю вот этот ствол последним активным когда вы объединяете эти объекты как бы оттачатся именно к последнему активному объекту и пиво от вот эта точка вращения останется вот здесь смотрите нажимаю join вот как мы хотели да вот елка теперь отсюда с этой точки масштабируется и все хорошо вот и еще я беру также создан ну опять добавлю где там цилиндр тоже нажимаю с shift z г переношу как еще можно пиво от изменить есть вот это мы сейчас объектный режим да я вам говорил сумки сумку мы нашу пока носим а теперь заходим в edit mode когда мы заходим в edit mode мы влазим в сумку да и от того чтобы в нашей сумке по перемещаем как-то объекты от этого сумка никуда не переместиться правильно и то есть ее пиво ты центр ее сумки так и останется вот поэтому я беру и просто внутри нашего контейнера переношу объекта видите пивот остался где был и просто опять выхожу из этого эдит мода в обзор но и у нас все нормально можно и так и добавлю и к сферу за сделайте и микки мауза как чё вам захочется так это же выделяю все и выделяю углу был последним ну или клацнуть только последним вот это вот сделали еще нам ну возможно понадобятся какие-то тучки тоже возьмем экосферу немножко с плюс ну так и и опять там покопировал и опять я вам скажу все легко мы назначены текстуры если забегать наперед пожалуйста мы могли назначить каждому мешу каждому объекту сразу цвет и при соединении он бы так и остался если же этот объект состоит уже из нескольких элементов то смотрите материалы и вот это тот шарик вот первый который вы назначаете это слоты материалов то есть куда мы можем положить материал и в этот слот вожу новый материал и первый материал по умолчанию применится всему объекту вот делаю второй слот в него вожу другой материал и казалось бы как его назначить никакой кнопки вроде такой нету и он уже назначен этому объекту но мы можем зайти в режим редактирования нажимаю а снимаю выделение навожу просто вот сейчас на этот элементы нажимаю или он выделить связанный мэш и видите появились кнопки сайт сайлы без сайлы я выбираю материал допустим это будет какой-то коричневый да вот и нажимаю сайны он применится и нагрузили поняли вот так ну там . голубенькая елочка также можно назначить можно уже когда вы один материал создать желательно их называть они вот тут появляется да то есть мы уже делали зеленый зайдем также в режим редактирования выделят этот элемент создам новый слот и не буду создавать новые материалы возьму вот тот который мы тут назначили просто клацаю и нажимая сайт и это чем удобно если я тут изменю этот материал он поменяется на два объекта но также если я нажму вот это вот кнопочка количество пользователей материала если я давайте я верну сделаю коричневый если я нажму тут двойку он ведь нету кто-то пользователь теперь этого материала один и у него имя 004 появилась то есть он переименовался и теперь могу этот материал как-то изменить и он только изменится вот теперь я показываю опять шифтом два слоя да немножко эти объекты вижу что они маловаты я их увеличу вот а еще я сделаю сразу тоже забежим наперед выделяют этот плейли перейдем в такой режим как скульпт мод называется в скульпт моде выключим миррор и включен дин топа да и включен там в десяточку поставьте и кисть пусть такая и остается с менять размер кисти и я теперь кое-где по по я ловлю когда вы control удерживаете вы делаете ямки без контрола выращиваете с шифтом вы можете разглаживать поверхность вот теперь выйдем из скульпт мода вы в обжиг но выберем деревцо и вот тут включен привязки включен привязки к фейсом нажимаем этот магнит и активируем две вот эти пиктограммки и теперь смотрите я нажимаю г и мое дерево прилипает к этой поверхность видите и я беру нажимаю там shift d сюда его скопирует но перед этим советую выставить камеру да как вы будете нажимаю 0 лоб камера тузью покрутим и будем знать где нам деревца расставлять надо вот так вот как то дело все камеру теперь убрал теперь я могу кстати поделить от два окошка чтобы видеть тут все а тут дальше с деревьями манипулировать например вот здесь у меня где-то будет дерево так и тут она будет поменьше немного вот там елка и тоже возьмем на плаги так ну и тучки а давайте вот этих еще тут тоже наставлю ну что-то такое нам вам опять же да это для вас чтобы опять потренировались ориентироваться как-то в пространстве суп ваши пальчики по приспособились к этому все так и тучек тучек тоже их тоже можно помасштабировать некоторые дальше поставить только так ставить до чтобы ой только привязки не забудьте а то видите . к земле прилипло вот этот магнитик снимать что мне надо так и теперь у нас первый слой тоже включаем вот есть лампочка из лампочки нам надо сделать солнышко вот идем просто в настройках лампочки горюшину теперь солнышко и включим небо вот я сгорел чтобы тут боги да надо небо делает них вы не надо не надо солнцем управляете вообще да так и тут видим где наша вот камера и как например будут тени падать ну пусть светит она вот сюда вот так что тут у солнца ничего не надо у солнца вот тут амбент включаете и настроечки там поставите там опять же 12 это сэмплов нажимаете в 12 и ждете опять же можете и сруб этот покрасить мы материалом еще вернемся учить чего но там надо больше сэмплов да туда улучшить плохо залетают поэтому есть шум такой ну поставите там 16 они точно уже уберутся вот и это ваша сегодняшняя без и умер